Давайте сейчас поприветствуем Виктор Крылов, компания Московский ремонтник. Всем привет. Насколько нужно рассказывать о себе? Кто меня не знает, поднимите руки, пожалуйста. О, прикольно. Так, значит, я отпахал в экспоне, совсем недавно перешел на клиентскую сторону, там все совершенно по-другому. А в экспоне я работал на стороне сервиса, который называется экспония. Это инструмент автоматизации маркетинга поведенческой аналитики. Достаточно мощный, прикольный. По долгу службы изучил массу конкурентных решений, сетапов, поработал с кучей крупных ребят. Много знаю, много понимаю. И теперь с этим пониманием перешел на клиентскую сторону. Многие интересовались. Я теперь в группе компаний, которые занимаются ремонтами, называется Московский ремонтник. Что такое ремонтник? Даже если у нас будет какой-то ребрендинг, после этого давайте сюда встану, то что-то загоражу. В общем, есть такой интересный рынок ремонтов. Я его для себя открыл недавно, и он меня, ну не то что покорил, заинтересовал, скажем так. Короче, в России на рынке ремонтов работает полтора миллиона человек, по официальным отметкам, как вы понимаете. Ну тут еще вопрос, кого считать. И рынок огромен. Ну то есть каждый владелец недвижимости, а их из 150 с плюсом миллионов достаточно большой процент, хочет ремонтировать, должен ремонтировать, в принципе, свою недвижимость раз во сколько-то лет, как мы примерно понимаем, лет в шесть. Соответственно, можете в голове быстро перемножить, там, ну объем рынка в деньгах просто огромный. Так вот, 96 по, опять же, там достаточно пессимистичным оценкам процентов рынка заняты частниками. Частники это либо индивидуальные мастера, либо индивидуальные бригады, либо в лучшем случае прорабы и пешники, которые держат две-три бригады, и как прорабы их контролируют. Дальше начинается очень сильно сегментированный рынок микрокомпаний региональных, в Москве их сразу несколько десятков, которые тоже делают ремонты. И есть группа компаний наша. Мы занимаем два, и это, опять же, по достаточно таким оптимистичным, с точки зрения величины цифры, оценкам, две десятых процента рынка России. То есть у нас две десятых, мы компания, есть 96% участников, и уровень владения маркетинговой теорией у нас и у них может себе предположить разницу. При этом мы, по сути, к маркетингу ток-ток приступили, компания недавно прошла через большую трансформацию, там все резко задумались о том, а что мы можем реально делать с помощью маркетинговых технологий современных, как мы можем не просто лить деньги на Яндекс, а пользоваться все более и более продвинутыми инструментами. И компания задумалась примерно год назад, на момент, когда я пришел, там уже был Ройстат, о чем я сейчас расскажу. А сейчас мы строим намного более мощный новый сетап, о котором я тоже расскажу. И, по сути, да, я написал, но как бы без лишней скромности, мы затеяли революцию на рынке ремонтов, мы хотим улучшить кардинально и клиентский опыт, и нашу условную стоимость привлечения конечного заказа. И над этим всем мы сейчас очень активно работаем. Есть ребята, их целый ряд на рынке. Некоторые знают их, некоторые знают некоторых хорошо. Это ребята там типа сделано, ну даже не знаю, не буду назвать их, много их. В общем, которые хорошо делают продукт, хорошо заворачивают его, делают хороший маркетинг, потому что они либо там пришли из маркетинга идти, либо просто имеют хороший вкус с какими-то архитектора. Но потом у них начинаются сложности, собственно, с самой стадии производства. А мы ровно наоборот. У нас компания изначально выросла на производстве, не имея никакого представления о прекрасном в диджитальной, скажем так, части. И теперь мы ей активно занимаемся. Так вот, у нас есть несколько относительно классических источников данных. Есть известная проблема о том, что да, мы хотим иметь единую картину, естественно, из этих источников данных. Мы хотим как-то их объединять. Мы хотим их как-то объединять. Мы хотим иметь единую картину. Мы хотим иметь рои, основанные на всех затратах клиента на его пути. И все обычные плюшки. У нас есть несколько РКшек, у нас есть несколько сайтов, у нас есть несколько колтачей, у нас есть одна Ама, которая, слава богу, одна. Когда я пришел, был Ройстат, который вроде как решал задачу сквозной аналитики, вроде как считал стоимость приучения заказа, стоимость приучения ряда. В чем была проблема? Проблема была в том, что сайтов у нас несколько. И у нас через несколько сайтов входят одни и те же клиенты. Есть разные синергии рекламных компаний, есть разные хитрости учета людей в Ама, которая одна, но по факту там процесс доходил до того, что если человек пришел с какого-то конкретного типа бренда, и он не знает о существовании других наших брендов, в Ама делалась специальная отметка, кем представляться. И с нею работали и колл-центр, и сметчики, и прорабы, и до последнего человек не понимал, что мы группа компаний. Так был выстроен процесс, поэтому в общем и целом аналитика выглядела примерно так. Так вот, я задался задачей. Собственно, у нас есть супер длинный, супер интересный классический джорни. он немного длиннее, чем в E-коме. Средний цикл сделки у нас в районе месяца, но в этом месяце происходит целый ряд интенсивных процессов. Соответственно, реклама сайт, звонок, замер. Замер смета. Дальше человек думает. Смет подписываем, объект идет в работу. Но, естественно, мы задались задачей, поскольку мы не только маркетинг, мы маркетинг slash customer experience. Нам же интересно, как он чувствует себя в работе, поэтому у нас условно в голове воронка продолжается. Ремонт начался, ремонт идет, в процессе ремонта что-то происходит, ремонт заканчивается, человек оставляет отзыв. Я поставил амбициозную задачу связать все это воедино, и мы стали искать пути решения. В общем и целом, если относительно E-кома я и сам до недавнего времени мог предложить кому угодно целый ряд решений под такую задачу, включая один самый крутой инструмент, который мы продавали, тут все стало резко сложнее. Оказывается, есть жуткий замес оффлайна и онлайна. Оказывается, есть длиннющая цепочка. Оказывается, есть полная неприспособленность всех штатных инструментов Инструмент существующий, существующие решения оказались не готовы к выполнению поставленной задачи ни из коробки, ни в диких связках этих решений, которые я крутил в своих головах. Все свелось к тому, к чему приходят многие, но многие на простых воронках приходят к сетапу, не зная конечных связок решений из дорогих платных инструментов, которые можно было бы выстроить, и поэтому все, да, хочется строить через сыряк. Но у меня, я пришел к необходимости даже со своими знаниями и опытом строить все через сыряк. Итак, наша текущая система. В ней еще нет 1С-ной части, которая отвечает за, собственно, сам ремонт, но в общем и целом она выглядит так. Есть реклама данная, которая у нас через гашный инструмент, через OX текут в BigQuery. Есть связка колл-точа, который тоже работает с вебовым ID-шником, прокидываю его в ОМА через Альбату, потому что Альбата бесплатная для колл-точа, именно для этого канала, как мы выяснили. И ОМА закидывает в BigQuery. Там есть коннектор в OVX, но он с объемами не справился, поэтому, в общем, там пришлось костылять. В общем, так-то выглядит. Естественно, я мог причесать и тот слайд, на котором показал месиво, но у меня реально даже в голове вот эта система выглядит вот так вот причесана. У меня все компании, все сайты аккуратненько льются через одну трубу. Самая интересная задача, которую надо решить ребятам, которые строят аналитику, она всегда абсолютно такая. Это как связать клиентов сквозь воронку, сквозь всю воронку. Есть, например, колл-тач, который выходит и говорит, ребята, мы сквозная аналитика. Есть другие ребята, которые осуществляют задачи связки между другими двумя каналами, тоже говорят, мы сквозная аналитика. Да, отчасти они правы, но по факту, когда разбираешь конечную воронку, особенно если она сложная ROPA, сложный онлайн, но оффлайновый джорни, там месиво, там всегда месиво с тем, которые связывают. Здесь было круто, что у нас, по сути, есть два корневых идентификатора, на которых все можно увязать относительно нашей воронки, так можно сделать относительно не всегда. Во-первых, у нас есть большая особенность, у нас практически отсутствует retention, у нас есть виральность, но то, что один и тот же человек закажет у нас второй ремонт, нам его проще рефералом засчитать и ему же самому скидку выдать, чем считать его потенциальные LTV с retention и прочими делами. Не знаю, может не дорасличит такого. Поэтому мы берем телефон, который на время воронки существует, в плюс-минус статичном варианте его используем как основной связующий айдишник, а веб у нас реализуется через гугловский айдишник, который опять же в рамках вебовых процессов живет плюс-минус статично. Привет. Живет плюс-минус статично. В дополнение к этому для целей будущих связки с кучей других систем нашего салика у нас существует амовский айдишник и будет прокидываться один эсский айдишник. И по любому этому айдишнику в любой момент времени из любой системы я могу увязать весь джорни и в конечном итоге вывести какой-то целостный профиль и также делать расчеты, атрибуции и прочие прелести на целостные воронки. BigQuery лазит в нее не очень удобно, особенно не SQL-продвинутым пользователям, поэтому у нас изначально была идея вообще все сделать на Power BI, но потом мы обнаружили, что time-to-market конечных аналитических дэшбордов, особенно по внешним запросам к маркетингу, намного проще делать в Data Studio. Ну, там как бы мощности хватает и плюс возможность бесшовно обновляться раз в 15 минут. В общем, и то, и то используем. Вот. Теперь, что мы успели достигнуть? Я открою завесу тайны. Конечное решение у нас заработало типа полторы недели назад. Поэтому результатов там не особо много, но много перспектив. Но и результат тоже есть. В первую очередь результат это то, что наконец-то мы хоть где-то увидели целостную картину того, что у нас происходит. И, ну, это самый простой график, который я могу показать. Сложнее смысла в данном конкретном случае не имеет. В общем, у меня в одном месте тупо организовались все сессии, и я смог их увидеть в одном месте и дальше работать с кучей разных других анализов, имея источники обо всех посещениях под рукой. Самое классное, то есть, что это одна и та же кука. То есть, я реально вижу мультибренд и на стадии customer journey изучения изначального формирования потребности. Я вижу мультибренд и после того, как, например, клиент к нам пришел, сделал замер, держит на руках смету и думает, блин, что-то дорого, пойду еще погуглю. Гуглит, находит другой наш бренд и, ну, там типа идет, заказывает. Все видно. Наконец-то. Но это не самое классное. Самое классное то, что вот там мелькало на слайде у Ильи до этого. Оксовская атрибуция. В общем, чего тут происходит? Че за месиво? В обычном e-com ритейле это выглядит намного проще для эффективной работы. Достаточно, там, не знаю, шагов 5-6. Че происходит у нас? Помимо шагов воронки в звонок, присвоение статусов нового целевого лида, назначение замеры выполнения и, конечно, конверсии, которые мы считаем на данном этапе подписания договора, у нас оказалось, есть еще ряд очень значимых факторов, происходящих на сайте. Например, неожиданным открытием было то, что ребята, которые смотрят видео, и у нас, ну, как бы, у нас и на главный видос есть на отзывах, но есть еще несколько страничек, которые специально под видео заточены. Если человек посмотрел видео, таких очень немного, то вероятность конечного заказа возрастает настолько, что туда модель присвоила аж 12 хвостиком процентов ценности конверсии. Есть, например, инсайт о том, что если раньше у нас была модель стоимость за лид, и лид при этом считался звонок, который оказался целевым лидом, то есть у человека есть объект, чего ремонтировать, ему реально нужен ремонт. И мы считали CPL, мы отдавали все потраченные деньги вот туда и говорили, что у нас лид за 4 тысяч, у нас лид за 3 тысячи, за 2, ей. А теперь вот здесь видно то, что стоимость за лид, это на самом деле только половина сложности в воронке доведения до сделки. То, что делается дальше, оно тоже очень важно. Более того, я конкретно здесь заскринил один суперинтересный инсайт о том, что после того, как мы выполнили замер человеку, после того, как у него появился расчет сметы на руках от нас, 42% людей идут гуглить дальше. Они идут гуглить дальше, но приходят к нам, и мы это видим. Что конкретно они гуглят? Там почва для изучения на несколько недель. Вот у меня там коллеги, которые сидят на предпоследнем ряду, будут этим в частности заниматься. Суперинтересно. То есть сейчас данных под рукой внезапно вдруг оказалось на, блин, ну не знаю, на мой вкус больше, чем на год работы вперед. И каждый инсайт, ну как бы один на 10 инсайтов реально должен результнуть в какие-то деньги, либо в оптимизацию костов, либо в дополнительную прибыль. Когда я принес все, что мы сделали моим коллегам, выглядели они примерно вот так. Я говорю, ребята, мультиканальная, мультивариативная, вороночная атрибуция нам покажет реальные цифры, реальное назначение, реальную атрибуцию с конечной выручки на все, что мы делаем, и мы сможем перестроить наши каналы. Вот смотрите, какие красивые цифры. Вот тут, тут, тут и тут. Это бывает непросто объяснить. И даже если ты сам в этом разбираешься, это бывает непросто объяснить. А как ведут себя клиенты, которым пришли с LZ-системы на демки, показали вот это, сказали, все будет классно. Те, ну как бы, были достаточно компетентны, чтобы понять и поверить, внедрили, сделали такую картину, приходят к своим начальникам, говорят, у нас теперь все классно. Те говорят, ну ладно. Вот. У меня было примерно так же. Мы сейчас этот шаг проходим. Предстоит огромная стадия обучения всех данным и смысла этих данных, полученных, например, вот в этой модели. Что это нам может дать, как мы с этим должны работать, как мы это должны изучать дальше. Но как-нибудь разберемся. Это был первый дэшборд, построенный на результатах сведения всех данных в строении модели, собственно, классными ребятами. Я, конечно, когда его первый раз увидел, даже я, привычный к очень сложным дэшбордам, немножко прибалдел. Но в общем и целом он на самом деле достаточно простой. Здесь есть две модели, синяя и красная. Модели, я тут, да, кстати, я тут позамазывал кучу всего, сорян, но так надо было. Есть две модели, синяя и красная, есть last click, есть модная атрибуция. И условно весь этот дэшборд сводится к тому, что мы в сегментации по разным каналам, в сегментации по разному всему разбираем, как различаются данные моделей last click LC и multi-channel funnel. И вот тут вот за чатом есть цифры разницы, они точно там есть. Ребята, а можете чат вот уведомляшки потыкать? Ну класс. Вот они тут. Это дельта, который показывает реальную разницу в восприятии атрибуции last click и нормальный, модный. Смысл в том, что в обычной модели атрибуции, ну то есть если это совсем просто выразить, меня просили сегодня простой доклад сделать, я не знаю насколько получается, но смысл в том, что когда ты видишь атрибуцию по last click модели и потом внезапно тебе подсовывают данные по нормальной модели, ты сможешь и говоришь, ну как бы неужели вот то, что я здесь считал вроде как нормальное количество зарабатываемых денег в канале настолько низко. Ну да, настолько. С одной стороны, с другой стороны для хорошего аналитика это всегда какой-то триггер, какая-то перспектива, потому что в любой разнице от цифр по этим двум моделям можно увидеть предмет дальнейшего изучения. Потому что особенно, например, на нашей длинной воронке, когда мы видим, ну тупо есть таргет контекст, да, раньше там у таргета одна цифра не очень большая, а потом бац, внезапно, но моделька показывает цифру намного больше по ценности. И думаешь, почему так? Начинаешь изучать. Оказывается, что люди после того или в процессе того даже, как они узнали о нашем бренде, начинают с нами взаимодействовать, им хорошо бы еще посвятить брендам. Хорошо бы в соцсетках подпихнуть рекламку, а некоторые на нее даже кликнут, о том, что мы такие существуемые, мы модные, у нас тоже есть ретаргетинговая реклама, как у остальных. И на моделях это видно. На ласклике это не видно, особенно, когда ласклик атрибуцируется в конечный лид, а не в сделку, потому что на такой, опять же, воронке не у многих есть возможность свести весь джорни в цифрах. Пока что эти модели, на самом деле, если кто-то внимательно прям совсем разглядел цифры, не сильно отличаются, но по мере накопления данных, я думаю, так месяца через три, тем, кто вдруг внезапно окажется на одном из моих докладов где-то еще, я торжественно обещаю вот этот же самый дешборд показать в новых значениях. Вот. Теперь самое вкусное для меня, я вот такой мечтательный тип, многие меня знают именно таким, о чем я мечтаю в ближайшее время. Во-первых, я хочу подключить во всю эту мешанину данные 1С о том, как протекает ремонт и даже в некоторых случаях о том, какие отзывы оставляют. Я хочу туда включить все НПС опросы на всех стадиях, я хочу туда подключить сервис личный кабинет, который мы сейчас разрабатываем, через который можно будет третчить состояние ремонта и вообще там на всех этапах взаимодействовать со сменчиком, с парарабом, акты подписывать, проверять некоторую работу, не приезжая на конечный объект. Прикольно. Плюс мы сейчас тестируем этот ЛК и другие сервисы в вебовой версии, потому что ну так тупо дешевле построить, но планируем разработку собственных апов. У нас пока еще денег не столько, как у Пика, которые единственные уже сделали эти апы, но мы тоже сделаем. И самое вкусное то, что в эту модельку по сведению тех ID-шников, которые я показал, мы по сути можем подсунуть любой новый источник и обсчитывать его в наши аналитики. Ну в этом и прелесть, наверное, классическая сыряка, хранилище сырых данных на BigQuery, на чем-либо еще. Вот. Дальше. Новые метрики. Да, у нас со временем сейчас я ожидаю, я правда не верю в то, что этот процесс революции в головах моих коллег произойдет быстро. Мы постепенно уйдем от понятия стоимость лида вообще, потому что это уже не очень актуальное понятие и по нему ни о чем толком нельзя будет судить, особенно на соседней картине, построенной с мультиканалки. Дальше. Стоимость конверсии. Вот тут есть интересный неоднозначный момент. То, что когда мы считаем косты и когда многие бизнес считают косты, очень часто считают косты только на собственно саму платную рекламу. В некоторых случаях прибавляют туда что-то эпизодическое. На самом деле полные косты это и фод, и стоимость поддержания там различных сервисов. В общем и целом, если у вас есть достаточно длинная воронка, если у вас есть атрибуция определенных шагов в этой воронке к деятельности каких-то конкретных отделов или людей, то в принципе ничто не мешает эту модельку использовать с полной структурой костов из всех зарплат и прочего и посчитать, как на самом деле выглядит юнит экономика со всеми деньгами, которые компания тратит на привлечения клиентов вообще. И то, что у нас вот эта мультибрендовость, она создавалась с определенными причинами, ну как бы и с определенными причинами компания в принципе до пары до времени маскировалась, что мы вроде как разные компании, а не группы компаний. У этого всего есть стоимость. Стоимость на всех этапах. Есть рекламные компании, соперничающие между собой привлекающие одного и того же человека два раза. Есть замерщики. И выезжающие два раза к одному и тому же человеку. И что там стоимость нормального замера будет 10-15 тысяч. И ну как бы два ремонта на одном объекте вести, конечно, нельзя. Поэтому косты двоятся, иногда троятся, а выручка не прибавляется. Это все видеть очень полезно бывает. И сейчас мы только-только начинаем видеть эту картину в полноценном варианте. А до этого мы проводили совершенно дикие АБ-тесты. Типа, например, на этапе колл-центра мы отрезали повторы, если оператор успел вам найти человека, что он до этого звонил, что это повторный запрос замера. И эти АБ-тесты кое-как показывали, что да, действительно там конверсия насколько-то ниже на повторных замерах. Ну как бы конверсия ниже на столько-то процентов в Google таблицах посчитанная по результатам работы операторов колл-центра. И то, что у нас есть сейчас в цифрах. Два последних слайда. Новое понимание customer journey. Вот тот пример, который я проводил про то, что человек может уехать по воронке обратно достаточно далеко, потом также внезапно перепрыгнуть куда-то вперед. Это все на нормально выстроенном сквозняке с натравленным машин-леунингом, с натравленными аналитиками начинает проявляться намного-намного более ярко. Обнаруживается столько неочевидных вещей, что мы даже немного прифигели. Дальше. Про платный трафик. Ну понятно. И еще раз повторю. Менее очевидный момент то, что можно не просто классическим ретаргетингом работать с поздними стадиями, когда человек уже знает о бренде, но и обычной охватной рекламой просто напоминать ему о том, что мы есть. Тоже может быть очень-очень полезно. Увеличение конверсии с фокусом. Это… Блин, я про что-то умное думал, когда я писал. Сейчас я вспомню. А, это вот как раз про те стадии, которые нормальная сегментация по ценности модели обнаруживает. Типа примера с видео. Мы вообще раньше не очень верили в то, что эти видео нужны, и делали их на сайты просто потому, что вроде так все дело так принято. А тут как бы срабация сразу 12% атрибуцировалась, поэтому и видосы на определенных страницах и еще целый ряд вещей можно просветить. Вот так вот, тоже неожиданно для себя. И поработать с ними лучше. Про персонализацию, ну, тут даже рассказывать не буду. Понимая с нормальными цифрами, с нормальными цифровыми инструментами, с нормальной автоматизацией, на какой стадии у тебя находится человек, и последний пункт, насколько он прогрет, можно просто свернуть горы. Ну, то есть раньше мы считали, насколько лид прогрет, и серия там зашел на сайт 5 очков, позвонил еще 15 очков и так далее. Построили просто скоринг на коленке, на собственных ощущениях. Сейчас можно реально для каждого человека в любой момент времени вывести конкретную циферку, посчитанную по модели, в которой все, что он мог сделать, расписано, и вывести, насколько он прогрет, вывести вероятность, вывести прогретность и так далее. И последнее мультибрендовость. Там безумная, вот именно для нас, я понимаю, что это наша особенность, но у нас безумная почва для работы с тем, чтобы, во-первых, понять, как лучше оптимизировать всю работу с текущими мультибрендами, особенно на сайтах и в рекламе цифровой. А самое главное то, что я вам представился, группа компаний, и мы сейчас собираемся выводить на рынок новый принципиальный бренд, который впитает в себя все успехи и опыт всех наших существующих компаний. Этот бренд пока еще ноунейм, через пару неделек он обретет имя, ферстиль. И выводить его на почве существующих брендов, это тоже очень интересное занятие. Следить за тем, как переливается аудитория, какая там зависимость от репутации и так далее. Делать это без той аналитики, которая у нас есть сейчас, подключая там очередную связку с Ройстатом, но это было бы типа очень сложное и не очень благородное занятие. Слава богу, что у нас все стало получше. Такие дела. Спасибо. Уже работает. Так, давайте, у кого вопросы? Давайте. Раскрой в своей гипотезе, что ты хочешь делать после того, как ты подгрузишь отзывы и после конверсии, что произошло? Довольность, недовольность клиентам сервиса? Еще раз. Ты сказал, что ты мечтатель, хочешь погрузить последующую жизнь клиента у вас в компанию. Доволен ли он ремонтом? Какие отзывы оставил? И как это отразится на атрибуции? Пару гипотез. Зачем мы это делаем? Очень просто. Цель очень корыстная. Есть естественная виральность, есть процент клиентов, которые приходят по сарафану, что называется. Например, у фабрики окон он больше 50%. Не скажу детально сколько. Но столько. У нас он 2%. И это очень плохо. Индустрия ремонтов – это индустрия одного из самых тяжелых продуктов, которые существуют вообще. И НПС очень хорошей компании там находится примерно на отметке 30. Между минус 100 и 100. Ну, то есть у хорошей компании он где-то там 50, 60, 70. А у нас он в районе нуля. Когда он в районе нуля, у тебя естественной виральности почти нет. Естественной виральности почти нет. Еще и отток некоторый, естественно, иногда наблюдается. Если мы будем работать над клиентским опытом, если мы будем вязать итоги каких-либо опросов, анкетирований, пометок операторов колл-центра в единой джорни и понимать, с чем на джорни это было связано, возможно, мы сможем выправлять некоторые точки, подсвечивая их в автоматическом режиме, а не с помощью глубинных интервью и прочего. Давайте уточнение, еще один вопрос и дальше движемся. У тебя 50% трафика мобилки, 50% десктопа, во всяком случае, судя по твоему отчету. Там даже чуть больше мобилок, да. И сколько у тебя, соответственно, как вяжешь клиентов? Один клиент, один Google ID или какими инструментами ты собираешь, что вот вся цепочка клиента, вот его мобильник и вот его, собственно, десктоп? Там достаточно забавная ситуация. Забавная ситуация связана со следующим. Есть неочевидная вещь, типа того, что я не сказал, но клиенты нам звонят много раз и много раз срабатывает колл-тач, там ловится много кук. Есть вещи еще более неочевидные. Мы установили, что в процессе выбора ремонтной компании очень неожиданно частая связка – это мужчина и женщина. Мужчина заходит с десктопа или с мобилки в некоторых случаях, но он остается на этом девайсе. И женщина. Женщина заходит с мобилки, причем там все показатели, связанные с Инстаграмом, взлетают просто до небес. И конверсионность там выше. То есть есть у нас два человека, очень часто участвующие в воронке. У них есть разная кука. Мы эту куку никак не вяжем в конкретный профиль клиента, но мы сознательно сейчас и в отсутствии ретеншн и прочего работаем с профилем по сути объекта или будущего объекта. То есть для нас клиент – это определенный набор людей, определенный адрес и все, что происходит относительно этого объекта. Там есть целый ряд кук, которые вяжутся, и на этом первичном дешборде это никак не подсвечивается. Но понимание того, что эта связка есть, и связывание ID-шников у нас есть, почва для работы в будущем. Я не рассчитываю на то, что там будут прям какие-то суперумные технологии, типа гугловский ID нам свяжет мобилку с десктопом на одном конкретном человеке, особенно на коротких интервалах воронки. Может быть мы как-то с момента введения личного кабинета после первого замера введем принудительную авторизацию через ЛК, там на ЛК поймаем ряд кук, одного человека уже гарантирован, потому что он под авторизацией будет. Но у меня никакие люди на этот счет нет. Если не связались, пока что мне не до этого. Спасибо. У вас есть еще один ремонт в отчете был в Калифорнии. Сделали? Нет, это не ремонт, это визиты. И если я могу отсегментировать этот отчет в Калифорнии, там выручки не будет. Я чувствую, что беседа становится такой, которая требует общения. Да, но это можно снести. Давайте еще буквально один вопрос, если есть. И движемся дальше. Да, серьезную работу проделали по аналитике. Подскажите, что-то вы делаете в плане работы с прогнозами? То есть если влить там на 50% больше в контексте или уменьшить там на 20 таргет, что из этого выйдет? Ну, не знаю, что это прям все шумит. Там есть два плацдарма. Первый – это вот то, что я упомянул про разогретость льда. Да, мы сейчас начали это оценивать по результатам первичной модели. И посмотрим, насколько это коррелирует по факту. По сути, каждый новый пришедший человек, прогоняющийся через эту модель, работает через простой скоринг. И мы можем по выходу оценить, насколько модель точна по просто как бы когортному анализу пачек данных. Посмотрим, насколько это будет работать. Если это реально даст реальную картину разогреться, или да, реальная вероятность конверсии, будет прям отлично. Я пока что в это слабо верю. Посмотрим, как это будет работать. А второй плацдарм для работы – это именно то, что у нас раньше жило, как привлеченный лид имеет потенциал будущей конверсии выше или ниже. Например, если к нам зашла кука с рекламы в инсте, с нашего аккаунта, в котором там куча красивых фоточек, мы знаем, что у этой куки вероятность конверсии в звонок в районе 6,5%. Если к нам зашел лид с RSE, ну там где-то типа полпроцента. Вот на этом уровне мы работали до текущего момента. С текущего момента, наверное, мы начнем разбирать вероятность конверсии относительно стадии человека, если мы сумеем ее начать определять. И там будет картина намного сложнее и интереснее. По сути, тоже, наверное, вылезет в какую-то скоринговую модель. Пока что мы не натравливаем никаких существующих продуктов по обучению либо charm prediction, либо prediction конверсии, потому что не до них. Но, может быть, мы до них тоже доберемся, посмотрим. Там особенно если живой датасет с корми существующим инструментом, скажем, ну типа покажите себя. И они что-то покажут, будет прям отлично. Пока что, ну типа это тоже там мечты о светлом будущем. Витя, спасибо. Давайте поаплодируем Виктору. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ НАПЛОДИСМЕНТЫ